Приветствую вас друзья, это рубрика инвестиции с нуля. Мы с вами возобновляем работу в этом режиме и по традиции на еженедельной основе мы с вами разговариваем об инвестициях. Причем сегодня мы с вами будем говорить о классических инвестициях, инвестициях в золото. Как купить, где купить, плюсы и минусы каждого способа покупки, стоит ли вообще покупать и чего можно ждать от стоимости золота. Сегодня об этом выпуске с вас как всегда поддержка, поехали. Для тех, кто забыл или может быть даже не знал, сообщу, что рубрика инвестиции с нуля это рубрика, которая публикуется на этом канале по понедельникам и именно в этот день я закидываю на свой ИИС фиксированную сумму и фактически инвестирую эту сумму в какой-либо актив. И 25 апреля мы уже сами инвестировали в золото, с тех пор она упала в цене на 25 процентов. Так себе инвестиции, согласитесь. В том выпуске мы говорили, как вообще его можно купить и кучу полезной информации уже было, так что посмотрите, если вы не видели этот ролик, в правом верхнем углу прямая ссылочка на него. Ну а сегодня мы коротко вспомним, как же можно купить золото. По большому счету финансовые инструменты делятся на два типа. Первый из них это производные инструменты, а второй это рынок непосредственно физического товара. К производным инструментам можно отнести фьючерсы и опционы. Вон какое большое количество фьючерсов на любой срок, в общем можно брать покупать. И если стоимость активов, базового актива растет, то растет и стоимость фьючерса на этот актив. Но сам фьючерс не обеспечен. По большому счету никаким золотом и после истечения фьючерсного контракта вы просто получите в валюте ту разницу в стоимости, которую фактически заслужили, если так можно сказать. По большому счету спекулятивный инструмент, придуманный когда-то для хиджирования рисков, ну а еще его иногда называют бумажным золотом. Второй класс инструмента я бы назвал бы классом базового актива, то есть в основе всех этих инструментов лежит непосредственно физическое золото, если мы с вами говорим в разрезе золота. То есть это фонды, которые основаны на золото, это биржевое золото, это безличные металлические счета, ну и то самое золото в слитках, которое вы можете купить в банке. Причем я бы отметил, что фонд это нечто среднее между классом базового актива и классом деривативов, потому что фонд внутри себя, да, он содержит золото, но он сам выпускает свои паи, либо свои акции и инвесторы в фонд являются владельцем именно фонда, а не тех слитков, которые лежат в составе этого фонда. Хотя в теории, если фонд прекратит свое существование, то все то золото, которое хранится в фонде, должно быть распределено между инвесторами, но на практике с оператором Финнекс так не произошло, котировки просто замерли. На сегодняшний день в терминале Тинькофф вы сможете найти 4 фонда основных на золото, это Финнекс, о нем сами говорили, где все остановилось, это Альфа Капитал золота, ВТБ фонд золота и соответственно Тинькофф золото, так прям и называется. Особняком в этом вопросе стоит физическое золото, то самое золото, которое вы можете купить непосредственно в банке и хранить у себя под подушкой, но здесь есть ряд неприятных минусов, первое это цена, а точнее спред ценных на покупку и на продажу, мягко говоря он не конкурентоспособен, ну а во-вторых это фиксированный объем, вы не можете купить золото сколько хотите, вы можете купить столько, сколько есть и никто вам половину слитка не отпилит, это вам не булка хлеба в булочном, частично все эти минусы убирают обезличенные металлические щита, ну те щита которые как бы обеспечены золотом, а фактически это просто запись в реестре о том, что вы как бы являетесь держателем какого-то количества золота, а еще существует инструмент похожий на эти самые металлические щита, я сейчас про биржевое золото, это золото которое находится в хранилище национального клирингового центра, то есть вы покупаете не производственный финансовый инструмент, цена которого привязана к драгметаллу, а покупаете непосредственно настоящее золото, которое лежит в хранилищах НКЦ, существенным плюсом такого инструмента является цена, она фактически биржевая и спред, то есть разница между ценой покупки и продажи, он минимален и очень даже конкурентоспособен, кроме этого нет никакой комиссии за хранение, биржевые фонды на драгоценные металлы, о которых мы говорили с вами ранее, ежегодно снимают определенную сумму за работу, за собственную работу, а покупая драгоценный металл напрямую на московской бирже, вы платите комиссию только за саму сделку, а металл сколько лежит, столько и лежит, ну и минусы, куда же без них, драгоценные металлы нельзя переводить депозитарным переводом, помните как клиенты альфа инвестиций, когда брокер попал под санкции, многие клиенты переходили именно депозитарным переводом к брокерам, к другим брокерам, в случае с золотом, так не пройдет, вам придется продать золото, вывести деньги и потом возможно купить через другого брокера, ну и налоги, отчитываться перед налоговым доходом с продажи драгоценных металлов необходимо самостоятельно, при этом налог нужно платить только если вы продали драгоценный металл с прибыли, а если вы продержите металл более трех лет, то даже в случае его последующей продажи с прибылью, налог платить не придется, в принципе как и с любым другим активом. Кстати говоря, относительно недавно Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золота для физических лиц, раньше чтобы купить золото в слитках в банке и принести его домой, вам надо было заплатить 20 процентов НДС, сегодня этого делать не надо и это дало существенный прирост спроса как минимум со стороны российских инвесторов и по итогам первого квартала 2022 года объем покупок золотых слитков и монет составил 6,5 тонн, что на 23 процента выше результата всего прошлого года и можно ожидать, что этот спрос продолжит расти, потому что совсем недавно правительство России одобрило предложение Минфина об освобождении граждан от уплат НДФЛ при реализации золота в слитках на 2022-2023 года, причем подчеркну, что здесь речь идет о реализации золота в слитках, то есть к биржевому золоту это не имеет никакого отношения и с биржевым золотом придется платить НДФЛ с прибыли, либо ждать три года, чтобы уйти от налога. Теперь давайте взглянем на график. Перед вами склейка фьючерсов, которые торгуются на бирже CME, где стоимость одной тройской унции составляет 1857 долларов и мы видим сами, что вот это вот снижение, которое вероятно могло быть только лишь коррекционным, закончилось и тенденция где-то здесь может возобновиться. Ну и к тому же весь баланс 1780-1750, выглядит достаточно уверенно, от него я думаю спрос по золоту может появиться. Ну а куда? Куда-то сюда, в район двух тысяч долларов. То биржевое золото, которое предлагает московская биржа, котируется в рублях и стоимость идет за один грамм и от этого золото становится еще привлекательнее. На графике сверху мы видим сами, что синее это золото, которое котируется в рублях на московской бирже. И сегодня один грамм стоит 3454 рубля. А золото, которое торгуется на бирже CME, за грамм стоит 59 долларов 70 центов. И мы видим, что в рублях золото стоимости снизилось еще сильнее, чем в долларах. А почему? А потому что российский рубль существенно укрепился по отношению к доллару США и это тоже вызывает много вопросов. Соответственно, когда золото начнет расти в цене, а российский рубль перестанет дорожать по отношению к доллару США и пойдет на снижение, то в рублях золото расти будет интереснее, чем в долларах. И я принимаю решение добавить позицию, покупая биржевое золото, номинированное в рублях. Вот так вот выглядит портфель инвестиций с нуля на данный момент. Более детально вы можете с ним ознакомиться по мониторингу, ссылка в описании к этому видеоролику. Здесь золото есть. Когда-то я его покупал по 4 695 рублей, сейчас она стоит 3 457. И чтобы совершить новую инвестиции, для этого мне потребуется закинуть фиксированную сумму, то есть 5000 рублей на счет инвестиций с нуля, перейти непосредственно в котировки золота вот сюда и нажать добавить заявку. Доступно у меня, как видите, один. Я беру и покупаю один. Таким образом, объем здесь меняется. Средняя цена покупки по золоту становится не изменилась пока еще. Вот, да, изменилась до 4084 рубля. Два объема, 6,5% весь, значит, в портфеле вес. Ну и рубли. 2700. В принципе, есть желание рубли перевести в доллары, потому что, ну, очень уж дорогие они эти рубли. На мой взгляд, надо их продавать. Для этого нужно перейти в доллары, заявочку. Сколько купить? 42. То есть покупаем доллары, что называется, на все оставшиеся рубли и держим сумму именно в долларах. Тоже секундочку. Сейчас все рубли переходят в доллары и кэша. Здесь, кстати, доля кэша очень большая получается. 17,7%. Пора бы от этого кэша избавляться в сторону каких-нибудь интересных акций. Ну, а на текущий момент почти все находится в долларах. Средняя цена покупки по доллару, кстати говоря, 63 рубля, 58 копеек. Так что не так уж и низко по отношению к всему этому падению. Ну, вот такие идеи на этот выпуск. Ровно через неделю мы с вами поговорим о новых инвестициях, так что подписывайтесь на канал, включайте видео колокольчиками, чтобы не пропустить публикацию новых выпусков. На этом все. Пока!